Итак, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой видеоблог. Всем привет, друзья! В данном выпуске мы будем читать, продолжать книгу «Дума и богатеи» Наполеона Хилла. Так, на чем мы остановились сон? Мысли материальны. Сила, которая подает вам знак об успехе, это сила вашего разума. Как заставить жизнь сказать «да», «нет» вашим планам и устремлениям? Доказано, что мысли материальны, а в сочетании с определенностью цели, настойчивостью и желанием реализовать их материальным благе, они сильнодействующие факторы. В свое время Эдвин С. Барнс открыл некий закон, основная идея которого звучит так. Человек становится богаче, когда думает. Он пришел к пониманию этого не сразу. Барнс начал с заветного желания стать компаньоном самого великого Эдисона. «Главной особенностью желания Барнса была его направленная определенность. Он хотел работать с Эдисоном, а не на него. Внимательно последите за описанием, как он пришел к исполнению этого желания. И вы лучше поймете принципы, на которых вздеждается путь к благосостоянию». Когда Барнсу пришло в голову стать компаньоном Эдисона, у него не было никакой возможности реализовать эту идею. На пути стояли два препятствия. Во-первых, он не был знаком с Эдисоном. Во-вторых, не мог купить билет до East Orange, штат Нью-Южерси. Для кого-то другого этих сложностей было бы достаточно, чтобы отказаться от подобных попыток. Но у Барнса было не совсем обычное желание. Эдисон посмотрел ему в глаза. В лаборатории Эдисона он представился и заявил, что приехал для совместной работы с изобретателем. Позже Эдисон описал свои впечатления от первой встречи с Барнсом следующим образом. Он стоял передо мной бродяга-бродяга с виду. Но в выражении его лица было нечто, что производило впечатление. Казалось, он серьезно собирается получить то, ради чего пришел. Я не первый год живу на свете и знаю, если человек настолько страстно желает добиться чего-либо, не готов все поставить на одну карту, он обязательно выиграет. Я предоставил ему эту возможность, потому что видел его твердое решение не отступать от поставленной цели. Последующие события доказали, что я не ошибся. Эдисон дал молодому человеку возможность попробовать свои силы. Внешность Барнса не сыграла никакой роли или скорее сыграла против него. Решающим фактором оказалось то, что он думал. Барнс не стал деловым партнером Эдисона после первой беседы. Он всего лишь получил возможность работать в конторе Эдисона за очень скромную плату. За месяц за месяц шло время, Барнс много работал, но ни на шаг не приближался к своей заветной цели. Однако его желание стать компаньоном Эдисон не ослабевало, а постоянно усиливалось. Психологи верно подметили, что когда мы действительно готовы для чего-либо, оно появляется. Барнс был готов возложить на себя обязанности компаньона. Более того, он решительно настроил себя оставаться в полной боевой готовности до тех пор, пока не получит желаемого. Он не говорил себе, какой из всего этого толк. Может, надо попробовать себя в роли продавца? Нет, он убеждал себя. Я пришел сюда, чтобы заниматься бизнесом вместе с Эдисоном и доведу это дело до конца, пусть даже потрачу на это всю свою жизнь. Он так думал об этом. Насколько же интереснее была бы жизнь людей, если бы они ставили себе определенные цели и полностью отдавались с желанием достичь их? Вероятно, молодой Барнс даже не подозревал, что его целеостремленность и решимость схожи с упрямой настойчивостью бульдога. Его упорное постоянство в преданности и верности единственному, но страстному желанию предопределили устранение всех преград, благодаря чему он получил ту возможность, которую искал. Возможность вошла черным ходом. Возможность возникла, но совершенно не там, где ее ожидал сам Барнс и имела не такой, как ему представлялся облик. Это была одна из уловок, которыми так щедра возможность. У нее есть одна очень хитрая привычка проникать через черный ход, через заднюю дверь, скрываясь под маской неудачи или временного поражения. Возможно, именно по этой причине многим не удается распознать свою счастливую возможность. Эдисон как раз к тому моменту усовершенствовал новое приспособление для конторы, известное в то время под названием «Диктофон Эдисона». Торговые агенты считали это приспособление неперспективным и работали без особого энтузиазма. Они не верили, что эту машину можно продать. Барнс знал, что сможет продать приспособление Эдисона. Он предложил свои услуги и должным образом воспользовался случаем. Барнс очень удачно продал диктофон. Сделано это было настолько профессионально, что Эдисон заключил с ним контракт на продажу диктофона и всего того, что связано с ним в масштабах всей страны. В результате деловой деятельности по продаже приспособления Барнс разбогател. И таким образом закон «Думай и станешь богатым» стал очевидным. Я не могу назвать точную сумму, которую Барнс заработал, продавая диктофон. Возможно, он заработал на этом 2 или 3 миллиона долларов. Но деньги, сколько бы их ни было, ничто по сравнению с гораздо более существенным приобретенным знанием того, что неуловимый импульс мысли может трансформироваться в материальное вознаграждение посредством применения известных принципов. Барнс буквально надумал, что станет партнером великого Эдисона. Он надумал, что станет богатым. На старте у него не было ничего, кроме его способности, зная, что он хочет, и его настойчивого желания достичь постоянной поставленной цели. Человек, который слишком быстро выходит из игры. Одной из наиболее частых причин неудачи является склонность выходить из игры, столкнувшись с временными поражениями и сразу же сдаваться. Такое может случиться с каждым. Дядя Элью Дарби, заразившийся золотой лихорадкой, как и многие другие американцы, отправился в Колорадо, надеясь отыскать золото и стать богатым. Он не мог даже предложить, насколько больше золота люди добыли головой, а не руками. Он застолбил участок и принялся до изменения махать киркой и лопатой. После долгих недель изновительной работы под киркой блеснуло золото. Для того, чтобы извлечь руду из-под земли, нужна была техника. Без особого шума Дарби приостановил работу и направился домой в Вильямсбург, штат Мариленд. Дома он рассказал своим родственникам и кое-кому из соседей о причине собственной забастовки. Они все вместе собрали деньги и приобрели необходимые машины. Дядя и сам Дарби вернулись на шахту и принялись за дальнейшую разработку. Они добыли пилую повозку руды и отправили ее неправильно. Результаты переработки руды показали, что у них оказалось одно из самых богатых месторождений золота в Колорадо. Еще несколько повозок и все затраты окупятся. А затем, затем Дарби станут богачами. Все ниже и ниже опускались буры, все выше и выше крылья надежды поднимались. Дарби и его дядюшка, и вдруг золотая жила исчезла. Старатели продолжали обуравить землю, пытаясь найти золотой свет, но все было напрасно. В конце концов, они решили бросить эту затею. Незадачливые золотоискатели продали технику старьевщику. За несколько сотен долларов и уехали домой старьевщик. Пришел воспользоваться условиями специалистов и обратился к инженеру по горному делу, попросив его сделать расчеты. Инженер сделал вывод, что предыдущие владельцы участка потерпели поражение в результате невежества. Они не знали о существовании так называемых ложных жил. Из его расчетов следовало, что настоящее жило должно находиться в нескольких фунтах. От этого места, где Дарби остановили бурение. Именно там ее и обнаружили. На этом участке новый хозяин заработал миллионы долларов на добычу золота. Он не поддался панике, а решил посоветоваться со специалистами и выиграл. Если данный ролик вам понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и читайте книги. Субтитры сделал DimaTorzok